Поехали. Спрашивайте. Отлично. Так, Миш, как ты думаешь, зачем и кому вообще нужно выступать на публике и какие выгоды от этого получает выступающий? Зачем и кому нужно выступать на публике и какие выгоды от этого получает выступающий? Я думаю, что на публике нужно выступать тем, кто что-то делает и в процессе этого делания получать некий опыт. И сразу же нужно им делиться. Если начать, мне очень нравится санскрит, древний язык. И на санскрите есть такое выражение дьяна, которое означает знание. А есть еще слово виджьяна, означающее в недословном переводе реализованное знание. То есть есть информация, которую мы получили, а есть опыт, который мы реализуем. И когда мы выходим в публичное пространство, мы начинаем делиться тем, что осознали. Как я сейчас это делаю. Поэтому, если ты, например, журналист, ты что-то делаешь, что-то пишешь, и ты размышляешь в процессе созидания того, что ты делаешь, над тем, как лучше это сделать, и в итоге немножко уходишь от конкретной задачи, например, интервью со мной, в идею в целом, логики, построения материалов. Ты размышляешь об этом, у тебя выстраивается какая-то цепочка. Ты думаешь. И в какой-то момент ты идешь к тем, кто уже, ну, теми. Ты начинаешь с ними общаться, обсуждать с другими журналистами. Делать вот так. Как только ты приходишь к этим людям, открываешь рот, ты в публичном пространстве, ты публично выступаешь. Вот и все. То есть вопрос всегда выбора аудитории. На какую широту аудитории ты выступаешь. Если, когда мы лично это делаем, мы можем это ограничивать. Один, два, пять человек, пятьдесят. Надо уже постараться собрать. Сейчас мир такой, в онлайне все сразу на тысячи. И аудитория не предсказана. Поэтому нужно просто всегда думать о том, что среди этих тысяч есть те, кто точно занимается тем же, чем, что, точнее, кому будет точно интересно то, что вы делаете. И они будут в вашей аудитории. Все остальные просто случайные зрители, мимо проходивших. На их реакцию мне обязательно обращать внимание. То есть ответ на вопрос, кому это нужно, всем вообще и каждому, кто занимается делом. И если мы хотим дело свое развивать, у одного бизнес-тренера, к сожалению, могу сейчас вспомнить эти слова, была идея о том, что бизнес начинается тогда, когда ты начинаешь учить людей. Потому что любое дело, оно требует команды. Когда человек приходит к тебе в команду, он не понимает, что ты делаешь, как ты это делаешь, свое видение. И ты начинаешь его учить. Ты рассказываешь ему об этом. Все. Один на один – это уже публичное выступление. Вот сейчас вот мы с тобой общаемся лично, ты меня слушаешь. Это публичное выступление. Я тебе рассказываю, делюсь с тобой своим опытом. Да, все так и есть. Любой человек, который, не знаю, хотя бы что-то смог сделать самостоятельно, интересное, имеет, не знаю, внутреннее моральное право идти к людям и говорить о том, что он это сделал. Питала пирожок, классный. Пошла к семье и приходишь и говоришь, вот смотрите, так, младшая, иди сюда, вот я тебе сейчас лично расскажу, как я это сделала, если тебе интересно, и я научу тебя делать так же. Все, публичное выступление пошло. Или ты приходишь на берег красивого заката, ты получаешь эти впечатления, эти эмоции, у тебя что-то внутри такое происходит, ты говоришь, я хочу этим поделиться. И ты включаешь камеру и говоришь, вот я здесь, у меня такие эмоции, возможно, в процессе приходят какие-то мысли, я готов к ним делиться, я не готова. Ты делишься. Их на выступление. Смотри. Может быть, более профессионально уточнили тогда, скажи. Да, да, вот как раз сейчас возник такой вопрос. Мне кажется, что здесь больше на бизнес, да, аудиторию. Для чего человеку, который бизнесом занимается, либо там, допустим, в сфере диджитал работает тоже, то есть для чего ему вообще выступать? Ну, опять же, нужно чуть-чуть сузить вопрос, потому что среди тех, кого-то описалось, разные типы селепозиторий. Есть самопонятные, есть специалисты, эксперты, есть предприниматели, бизнесмены, есть менеджеры. У них у каждого будут свои цели выступлений. Я могу просто предположить, представить себе, да, если мы говорим про, допустим, специалиста, эксперта, то в любом случае это всегда работа над своим скиллом, над своим скиллом. То есть общение с равными, общение с младшими, общение со старшими. Человек будет таким образом развиваться, у чая младших, он будет сам более осознанно входить в процесс, структурируя его у себя на голове. Вообще любое выступление публичное, это общение с самим собой, только в такой широкой форме. Глубокое погружение. Поэтому эксперт, он будет глубже погружаться в свои знания, делать их более системными, более эффективно рассказывать их, когда это придется делать уже в процессе производственного обучения своих коллег. Например, для того, чтобы как с ним сотрудничать, как лучше и эффективнее с ним взаимодействовать. Это первое. Второе, он заявляет о том, какой набор вообще реализации есть у него. В любом случае, это уверенность в том, что ты понимаешь, ты осознаешь, ты знаешь, ты делаешь. Таким образом, увеличивается цена эксперта. В любом случае, ты становишься дороже, как наемница, или как член команды, ты становишься более ценным, потому что уже заметен. Ну, как минимум, право выбора уже расширяется. Давай, наверное, с другой стороны начнем, если мы говорим о более системной истории. У любого выступления есть цель. Цель всегда, она одна. Вовлечение в суть выступления. Достичь этой цели можно пройдя через три этапа. Первый этап – это вовлечение в личность того, кто доносит суть этого выступления. То есть, вовлечение в себя. Второе – это вовлечение в суть, как раз, о которой мы говорили. Вот такая сверхзадача, третья и самая важная – это вовлечение в отношение по факту сути с тем, кто вовлекает. Отсюда мы берем вот эту формулу и можно разделять ее на любую аудиторию, про которую мы сейчас говорили. Если мы говорим про программиста, он вовлекает в себя как специалиста, допустим, в IT. Он вовлекает в суть проекта, о котором он говорит, и показывает таким образом, что он как эксперт в этом разбирается. И затем он вовлекает так или иначе, постельно или прямо в отношение вместе с ним. Либо с точки зрения давайте пообщаемся, давайте поделаем, давайте там метапка, воркинг, экшн, любую историю. Либо что-то продает, например. Мы всегда что-то продаем. Мы абсолютно точно всегда что-то продаем. Просто это называется продажа. А я называю это вовлечение. Если мы говорим о публичном пространстве, всегда есть история вовлечения в суть, историю, продукт, то есть такой момент опыления, как его сейчас называют маркетологи. Затем более эффективное средство. Это уже такое, давайте поговорим чуть более глубокие материи, не тонкие, но глубокие. Уже такая влюбленность пошла. Ты нащупал, что нужно, давайте сделаем. И третья часть уже это вот подсекать. Из этого продажи состоят. И любое выступление это продажа. Просто не нужно на этом акцентироваться. В каждый момент времени нужно делать то, что тебе нужно делать. Ну, понятно, да, это получается тогда нативно и будет без какого-то давления вообще на людей. Не будет ощущения того, что вы давите. Да, 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 да. Так, ну, в принципе, я думаю, что с целями разобрались и с выгодами для выступающего, и с выгодами для тех, кто слушает. Говорим только про программистов, то есть у менеджеров другая немножко цель, да, допустим, у SEO или у компании, у лидера, у него цель вовлечь то, что проект интересный и что в нем нужно поучаствовать и это может, ну, привлечь сотрудников, например. То есть это тоже продажа, то есть рассказать о том, что твой проект интересен, давайте все вместе что-то делаем, побежали в мою песочинку, побежали в мои игры, это всегда тоже продажа, потому что для любого предпринимателя кадры это ресурс для рождения. Ну и получается тогда, что все-таки публичное выступление, как ты уже сказал, это не всегда на большую аудиторию, а может быть и на маленькую группу людей. Один на один это уже публика, то есть как только рот открыл и с своей головы мысли начал доставать, ты уже на публике, то есть вопрос в том, в каком количестве эта публика будет ориентироваться, насколько ты к этому готов условно, насколько ты понимаешь, ну то есть люди почему переживают, потому что думают, что с аудиторией отношения еще не построены и непонятно, когда в каких отношениях, то это вызывает стресс. Если мы строим отношения сразу совсем таким бессознательным, массовым, по аудитории, как с одним человеком, лично с каждым, то стресс уменьшается в разы. Это как лайфхак. Круто. Хорошо. Тогда сейчас перейдем к мясу, грубо говоря. Какие инструменты помогут научиться выступать перед аудиторией? На какие группы ты их можешь условно поделить? допустим, для повышения уверенности, для того, чтобы было четкое произношение, для того, чтобы установить контакт? Есть какие-то такие кучки? Знаешь, я уже долгое время преподаю публичные выступления как процесс. слежу за успехами выпускников моих курсов и тех, кого я консультировал. Общий, но у нас немного времени, поэтому общий вывод, он очень простой, что публичные выступления это прежде всего hard skills, то есть это конкретный технический навык, который нужно просто нарабатывать. Для того, чтобы его нарабатывать, нужно формировать условия. И здесь очень помогает условие такое, мы назвали его уважение к себе, потому что это прямая замена вымышленного понятия, которое называется самооценка, то есть самооценка напрямую зависит только от хорошего настроения, поел, не поел, выглядел хорошо или себя не могу лучше, подготовился к наступлению или нет, кто-то сказал мне что-то хорошее или плохое, мне это подняло или опустило мое настроение. В общем, на настроение много влияющих факторов есть. Самооценка это вот равно мое настроение. А уважение, уверенность в себе, уважение к себе это выбор, личный выбор каждого. И вот над этим нужно работать напрямую, это прям технический инструмент, потому что выбирая уважение к себе, человек внимательным образом относится к обстоятельствам, в которых он будет вести общение. Если это уважающий себя человек, он будет смотреть куда он придет, кем он общаться, кто он там будет говорить, в каком виде он это будет делать. То есть, уважающий себя человек, он хорошо выглядит не для людей, прежде всего для себя. Что он перед зеркалом посмотрел и такой сравнил некую идею, как я вижу себя, как я самопрезентуюсь внутри самого себя, как я себя чувствую, как я себя преподношу. И он оценивает только этот параметр. Я сам-то в себя вовлечен или нет? Потому что, если человек в себя не вовлечен, он не сможет никого вовлечь. Опять же, это есть туристоматийный пример правила продаж. если мы сейчас только что уже выяснили, что продажи равно вовлечению, правило стопроцентное есть, правило стопроцентное продаж. Как продать все, что угодно. Интересно? Конечно. Очень просто. Первое, уверенность в себе. Второе, уверенность в продукте. И третье, уверенность в команде. Уверенность в себе, это вот эта вот вовлеченность, когда продавец красавчик. Уверенность в продукте. Ты будешь доносить это с горящими глазами. Ты расскажешь о том, как классно и твое состояние, и уверенность, и все факторы будут говорить о том, что действительно тема. Все заинтересуются, а что это у него там такое-то. И уверенность в команде, это история о том, что, ну, дело в том, что когда ты продаешь, ты берешь на себя ответственность, ты кого-то во что-то вовлекаешь, ты берешь на себя обязательства, и тебе нужно понимать четко, что ты эти обязательства выполнишь, а здесь нужна будет поддержка для того, чтобы обеспечить сервис, качество, продукцию, доставку, логистику, там, ну, много нюансов, принятие денег, обмен, за процессом вступления в отношения, да, мы же вовлекаем это в отношения при этом, обязательства какие-то. Пришел к девушке, сказал, выходи за меня замуж. Она такая, классный парень, вовлеклась, а он так это сказал, уверенно, продукт хороший, я классный парень, надо брать. Она согласилась, и ты такой, что я наделал? у меня не на что ее содержать, у меня нет ничего для того, чтобы эти обязательства обеспечить. Приходит ее родственник, и спрашивает, дружище, ты куда-то навовлекал тут, ну, ответственность тебе твоя? Может быть, подумаем еще, поработаем? Вот везде история, то есть, этот показатель прямой про отношения. Любая продажа, это отношение. даже купить на кассе что-то, смартфон, мимо проходя в ларьке, все равно очень быстро эти отношения возникают. Человек, которому ты подходишь, доверяешь ему, что-то рекомендует, какие-то консультации тебе дают, он принимает на себя позицию старшего, потому что он больше разбирается в том, что у него на витрине, чем у вас, и что-то вам говорит. Вам это уже нужно. Вы в любом случае, если человек будет сильно отталкивающим, то есть, себя не вовлечен, то вы у него суперпродукт не купите. Точно не будете с ним вступать в эти отношения. Понимаешь? Да, поэтому наличные же идут. Ну, когда личный бренд продвигают, да, наличные все идут. 100%. Иногда сам личный бренд является продуктом, потому что человек транслирует саму идею о том, что я нахожусь в неком состоянии и вам покажу, как к нему прийти. Я уверен. И я вовлекающий, такой классный. Я дам вам вот это. Это вам поможет, чтобы быть таким же. Вам нужно просто купить у меня вот эти лекции и так далее. Ну, то есть, инфобизнес тема известная. Ну, да, так и есть. Ну, в общем, грубо говоря, уважение к себе, да, и уверенность в себе это такой главный секрет вообще публичных выступлений, чтобы они успешно проходили. Да, и очень важно понимать, что это не качество, это выбор. И здесь я бы хотел предложить, так что, ну, я так понимаю, читатели ознакомятся с этим материалом в тексте. Да. В тексте есть одна мыслишка, которую я бы хотел, чтобы можно было выделить в какую-то суперрамочку толстыми вот такими буквами. и о том, какая мысль будет поднимать самоуважение, уверенность в себе для нашего читателя, визави, по умолчанию, вне зависимости, хочет он, не хочет он, что вокруг, какая у него там уверенность, самооценка у него, какое у него настроение и так далее. Прямо с утреца супермантру успешного выступающего человека. Вот, наверное, то, в каком состоянии я сейчас нахожусь и могу поделиться этой супермантрой. Нужно повторять слова. Запишите. Первое слово это я. Это я. Очень простой. То есть человек говорит о себе. Потом слово такое обладаю. То есть он является обладателем чего-то. Очень интересное слово обладаю, потому что корень слова лад. Понимаешь? Лад, то есть мир, гармония, соответствие. То есть я обладаю, значит, что мои качества соответствуют тому, что у меня есть. И это как бы нормально, естественно, гармонично. Понимаешь? Заметь разницу между там владею, у меня есть и я обладаю талантом, навыком. Понимаешь? Угу. Когда я обладаю талантом, ну, все гармонично, все легко, изи, никакого напряжения, все понятно, классно, молодец, поздравляю. мы говорим не о талантах. Итак, продолжается мантра. Я обладаю состоянием и дальше нужно написать сумму, на которую вы хотите себя чувствовать. Миллион долларов. Окей. 10 миллионов долларов. Прекрасно. Миллиард рублей. Великолепно. 100 тысяч рублей. 1 тысяч рублей. Моя зарплата 50 тысяч рублей. Любая сумма. То есть, я обладаю состоянием в 10 миллионов долларов. И сразу самоценность так. Вот ты можешь сейчас это сказать или там утром просто просыпаешься и говоришь эту историю. Знаешь, в чем прикол? У меня на счету нету 10 миллионов долларов. Когда я произношу фразу я обладаю состоянием 10 миллионов долларов, я не вру. Я говорю правду. Потому что я говорю состояние. Состояние уверенности, состояние открытости, состояние 10 миллионов долларов. Это просто состояние такое. То есть, я чувствую себя так же, как чувствовал бы себя, если бы у меня на счету было бы 10 миллионов долларов. Когда у тебя есть большой ресурс, ты чувствуешь себя уверенно, логично. У тебя есть возможности, ты чувствуешь потенциал. Когда у тебя есть на счету в голове 10 миллионов долларов, ты смелый для принятия решений, для открытых отношений, для принятия на себя ответственности, ты уверен в себе, ты уверен в продукте, который ты даже можешь еще не создать его, но ты готов его создать. Вот этот потенциал, твой потенциал на 10 миллионов долларов. Когда ты выходишь на сцену, в любое публичное пространство, ты стоишь там этих денег, это заметно, аудитория это ощущает, потому что ты сам создал вот это ощущение. я обладаю состоянием 10 миллионов долларов. Это не аутотренинг, это не какие-то там метафизика, это просто твои отношения с твоим подсознанием, то, как ты себя внутри ощущаешь, твой выбор личный, сказать эту сумму. Сумма, может быть, любой, просто должна вдохновлять. Ну да, так и есть. То есть все равно же люди все считывают сразу. 100%. Поэтому еще рот не открыл, а всем уже все понятно, с какую сумму ты там себя ощущаешь. Есть. Так, ну значит, с этим разобрались. Значит, это самое главное. Состояние, то есть вот когда еще рот не открыл, ты в каком-то присутствуешь, это вот как раз состояние. Слово состояние здесь имеет, вот хочу его прям подчеркнуть красными карандашами. Угу, угу. Ну да, да, так и есть. То есть еще же это как типа энергетика, когда идет, она же тоже как чувствуется от человека все равно, даже когда он просто заходит, уже чувствуется, что вообще. Ну вот в случае с этим примером это энергетика 10 миллионов долларов. Ну да. Это большая энергетика. У денег своя энергетика, у сексуальности тоже своя энергетика, у детей своя энергетика, у старших своя энергетика, у древних писаний своя энергетика. У денег вот такая энергия, то есть это страсть такая живая. То есть видно, о, ух, прямо девочки обращают внимание, мужчины говорят, мм, аналекс, так работает. но здесь нет никакой метафизики, потому что когда произносят вот это энергии, тонкие материи, то есть ну как будто где-то что-то что-то непонятное, загадочное. Оно не загадочное. Это очень конкретная вещь, мысли в твоей голове, которые видно. Потому что человека на сцене видно со всех граней. Мы же не какая-то плоская личность, да, у нас есть много разных граней внутри нас. Некоторые грани мы не хотим показывать. Некоторые мысли нас не красят. Но когда человек выходит на публичное пространство, его видно со всех сторон. Потому что разные люди увидят только те грани, которые есть в них сами. Получается, когда смотрят тысячи человек, то есть тысячи граней на сцене видят. И есть те грани, которые ты бы не хотел видеть, чтобы они не думали. Где ты стесняешься, застенчивый, где ты тупишь, где ты там что-то какую-то чернишечку думаешь, где ты к людям с уважением относишься или нет, к себе в том числе. Какие-то детали. Это заметно. В массовом бессознательном это заметно. вернуться к мысли о том, что я говорил про то, что отношения с аудиторией нужно строить как с одним человеком. Вот и получаем. Человек видит себя насквозь. Есть такое упражнение, которое говорили, что нужно представить себе аудиторию голой, тогда будет легче выступать. Тогда вы наравне. Аудитория тебя уже видит насквозь. не самый эффективный способ на самом деле. Потому что неставлять аудиторию голой. Так себе и есть. Но это про то, что нужно принять саму идею, что тебя видно. Тебя видно со всех сторон. И это нормально. Лучше готовиться к этому с точки зрения работы над личностными качествами, над экспертностью, над профессионализмом. поскольку профессионалу простят несовершенство личностных качеств. Человеку, работающему над собой, над своими личностными качествами, всегда простят несовершенство в экспертизе. Младшему, который стремится развиваться, всегда простят несовершенство на пути его ошибки. Потому что видно его стремление развиваться. Понимаешь идею? А еще в каждом из этих трех конкретных примеров больше, на самом деле, есть идея сюжета, сценария. Там видно развитие. Всегда интересно, к чему это приведет, а куда дальше. Поэтому аудитория всегда дает карт-бланш. Ну, давай, интересно. Поэтому вот эта история с развитием всегда очень важна. То есть прямо на сцене нельзя халтурить. Нужно чтобы была такая работа сердца, вдохновленность, все эти детали, чтобы аудитории было видно прямо здесь, сейчас. Ты работаешь, ты не халтуришь. Это же идея про все отношения в твоей жизни. Ну, да, так и есть. А есть еще какие-то, не знаю, секреты, лайфхаки, которыми можно поделиться, чтобы выступление пришло успешно. Да, очень простая схема. Номер девять. Это вот исходя из уважения к себе, как мы сейчас говорили, исходя из идеи отношений с аудиторией, нужно подготовиться к выступлению. Это нужно сделать по очень простой технологии трех шагов. Первый шаг нужно точно подготовить себя к тому, как мы начнем выступление. Большинство выступлений лично в моей жизни и в среднем по некой статистике проходит в какое время суток, как тебе это ждет? Вечер. Вечер. Прекрасно. То есть слово добрый и слово вечер уже будут присутствовать в любом начале любого выступления. Поэтому добрый вечер, дорогие дамы и господа, нужно будет сказать хорошо. подготовлены. Здесь риторика, артикуляция, мышцы, тело, тонус. Человек, который тебя уважает, встает с утра и делает дырак, запуская тем самым процессы в организме. Это тоже мышцы, их тоже можно запускать. Поэтому перед выступлением немножечко помочь лицу быть размятым, это нормально, чтобы мышцы эффективнее работали. А дыхательное, например, надо? Если помогает, то да. Нужно экспериментировать, нужно смотреть все форматы, йога, воды попить, дыхательные упражнения, все это имеет значение, потому что к телу нужно относиться с уважением. Это нормальная история. Перед тем, как выйти на сцену, я долгие годы практиковал идею просто приседать. Десять раз приседать. Я приседаю десять раз. Мышцы это ног, они самые крупные в теле, они качают кровь, кровообращение разворачивает все процессы, голова лучше соображает, ты более включенный, естественно, что ты выглядишь на большую сумму, чем до того, как ты присел. ты просто эффективен. И ты обладаю состоянием в и там цифры, которые ты сам себе захотел. Десять приседаний, каждое приседание на миллион долларов. Присел, включиться, пошел, все. У кого-нибудь трудности с коленями можно не приседать, есть другие способы. На ногах прямо, никуда не ходя, не бегая, не ища площадки какие-то тренажеры, просто включиться, руками помахать, не знаю. Есть масса способов это сделать. Выбирайте любимый, выбирайте ваш, тот, под которого вы конкурите. В общем, наладить контакт с телом, грубо говоря. Да, контакт с телом, с лицом, включить себя, запуститься. Только не надо делать это за 10 секунд перед выходом на саму сцену, ну то есть поздно уже, потому что вместо эффективного, включенного, разогретого спортсмена, человека, готового к любым испытаниям, условно говоря, к неожиданностям от аудитории, тогда ты получишь то, что ты вот это все. То есть надо всему место, время и обстоятельства. Готовиться нужно заранее. Заранее. Так, смотри, план какой-то. Конкретика здесь такая. У любого выступления есть план, его нужно записать. Первое в плане начало, поздороваться. Второе, донести суть. Третье, закончить выступление, поблагодарить всех за внимание. Все. все выступления в жизни делятся на эти три простых конкретных этапа. Все эти три этапа нужно подготовить. Заметь, что здесь та же схема. Вовлечение в себя, вовлечение в проект, в отношение всех. Да. То есть первое, мы здороваемся, говорим добрый вечер, дорогие друзья. Мы включенные, мы вовлеченные в себя, мы хорошо выглядим, у нас подготовленная презентация, мы четко знаем для кого, что мы будем говорить, все сработает. Мы уверены в себе, мы перед выступлением с утра тысячу раз сказали фразу, что я обладаю состоянием 10 миллионов долларов. Все понятно. Зарядились и такие заряженные с целью, понимая четко к какой цели мы идем, мы идем. Затем мы доносим суть выступления максимально четко, потому что у нас есть план, есть презентация, не интервью, это выступление. И говорим спасибо большое, что уделили время, с удовольствием рад ответить на ваши вопросы, давайте общаться, дружить домами, городами, все, вот мои контакты, я открыт к общению, благодарен вам за то, что вы мне время уделили, потому что время в наше время, это время дорогой ресурс, тысячи человек одновременно на тебя смотрят по одной минуте, это тысяча минут, это часы времени, которые дались тебе просто так, очень согласна, вот я сейчас смотрю на наше время, у нас две минутки осталось, смотри, ты можешь переделать еще раз ссылку, потому что у меня еще один вопрос последний остался, сделаешь тогда еще одну, я думаю, что мы управимся быстро, вот, и я тебе еще расскажу кое-что педотехнические детали, хорошо? ага, ну тогда другую ссылочку.